Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя литургия содержит, как обычно, чтение из Нового Завета. И хотелось бы обратить внимание на апостольское чтение, которое звучало перед Евангелием. Это отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам, где он говорит, что никто не может положить иного основания, кроме лежащего, которое есть Иисус Христос. Наш Спаситель, наш Господь Иисус Христос есть основание нашей веры, нашей христианской жизни, нашей Церкви, жизни верующего человека. Апостол Павел сравнивает свои труды и построение христианской общины в Коринфе с трудом строителя, архитектора. Он так и говорит, что я как мудрый архитектон, строитель, положил основание. Это основание веры в Иисуса Христа, как Бога, пришедшего в мир во плоти, как нашего Спасителя, который и своей крестной жертвой, и всем своим служением, всеми своими словами, всем своим учением, своими всеми поступками, показал нам пример, как может и как должен стараться жить человек, чтобы быть в мире с Богом, своим Творцом, и в мире друг с другом, с ближними, дальними, добрыми, злыми. Это есть основание нашей веры. Иного нельзя положить. Дальше, говорит апостол, каждый строит из тех, так сказать, материалов, которые имеются, и в котором он стремится. Кто-то строит из золота, серебра, драгоценных камней, иносказательно, говорит нам Павел, дерево, сено, сено, соломы. И затем придет день и момент, когда испытания огнем, испытания жизненных каких-то ситуаций покажут, устоит ли это строение, из чего оно сделано, какова вера и жизнь человека. Это проверяется тогда, когда мы проходим испытания, трудности, и либо здание держится, потому что был приложен труд, были заложены крепкие материалы, либо оно начинает разрушаться, рассыпаться. А если брать такое сравнение, как сено, солома, и испытания огнем, тут же испепелит, и не оставит ничего от того, что кое-как соорудил человек. К чему это все говорится нам, апостолам Павлам, не только для тех древних христиан, живших два тысячелетия назад, но и для каждого из нас. Мы должны постоянно испытывать себя, свою жизнь, свою веру и свою совесть. На чем у нас все строится в жизни. Нельзя построить христианскую жизнь, христианскую веру только на поиске здоровья. А ведь так очень часто происходит. люди приходят в храм, в церковь только для того, чтобы поправить свое здоровье. Вот кто-то сказал, пойди, помолись, поставь свечи, закажи молебны, съезди туда, сюда, и твое здоровье наладится. На поиске здоровья невозможно построить христианскую жизнь. Так же, как невозможно ее построить и на какой-то идеологии, на политике, или на только воспоминаниях о славной истории, о фольклоре, традициях, об эстетике, искусстве христианском, православном. Это все прекрасно, это все есть на своем месте, это все достойно изучения и любования этой красотой. Но христианская жизнь строится прежде всего на Иисусе Христе, на любви к Нему, на верности Ему, на следовании за Ним, на подражании Ему. Можно объехать все прекрасные храмы и святыни по всему миру, вложить множество денег в это. Можно ежедневно прочитывать молитвы от всех болезней, но если ты в реальной ситуации, которая у тебя дома, на работе, случайно где-то в транспорте, в магазине, начинаешь вести себя поязычески, ты мстишь, ты воздаешь злом за зло, ты вынашиваешь обиды, месть, ты видишь только чужие недостатки, ты не умеешь прощать, не любишь, не умеешь снисходить, промолчать где надо, то твоя вера не устоит. Такая жизнь не христианская, она рассыпется, развалится при любом испытании. И вот мы с вами продолжаем ведь на самом деле переживать еще трудности, связанные с эпидемией, в той или иной форме она продолжается во многих местах и России и мира люди так же и болеют и умирают, и еще новые грядущие события неизвестно какие нам предстоят, и надо укреплять свою веру, надо озаботиться тем, чтобы она была основана на твердом камне на Христе Иисусе, что да, Господи, мы грешные, мы слабые, мы больные, мы малодушные, маловерные, но мы идем за тобой, Господи, как сказал однажды апостол Петр, Господи, а к кому нам еще идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, кто нам обещает вечную жизнь, кто прощает и простил наши грехи на кресте, наш Спаситель, и мы идем за ним, идем в нашу церковь, идем в наши храмы, открываем Евангелие, открываем молитва слов, не потому, что хотим за это что-то получить в этой земной жизни, а потому, что это прекрасно, это радостно, нам хочется быть с Богом, молиться Ему, подражать Иисусу Христу в своих делах и поступках, и тогда мы устоим, тогда, как уже говорится в евангельском сегодняшнем повествовании, нашу жизненную лодку будут захлестывать волны, нам будет страшно, но мы будем крепко держаться за Его руку, держаться за Христа, держаться за Его Слово, помнить Его Слово, ободритесь, это Я, Я с вами, не бойтесь, начнете бояться, будете тонуть, но держитесь, держитесь крепко, и если даже страх охватил вас, немощь, болезнь, отчаяние, держитесь, никуда не уплывайте в другую сторону, не держитесь за других спасителей, за другие какие-то вещи, которые, может быть, прельщают вас, и тогда мы устоим, и войдем в вечную пристань небесного царства, вечной пасхальной радости, где наш Господь пребывает со святыми своими и царствует во веки веков. Аминь.